Доброе утро, друзья! Пасмурно, пасмурно. 8 часов. Там чайник. Делать кашки, кофе. Включаю на обычный режим воздухоочиститель и пылесос. Вчера, да, не убрали, получается. Пока пылесос не приехал, надо вот это все убрать на этой крошке. И с утра загружу эту посуду, посуду, не посуду, белье, еще не проснулось. Всегда ставлю на 95 градусов. Чтобы оно там, все микробы поубивалось. Ну, естественно, то белье, которое можно. Не шерсть, а то она уменьшится. и синтетику. С утра я привыкла пить вот горячей воды стаканчик. Ну, половинку. И пока я сделаю кофе, оно настоится, постоит. Пошла я быстренько, вот минут на 15 сюда. неудобно неудобно снимать и ходить, если честно. Но это очень крутая штуковина с этим. Ну, скандинавская ходьба типа полезна и для позвонков, и нет нагрузки на позвонок. очень хорошо. Ну, минут 15-30 для проснуться, энергии туда-сюда. Но кофе нельзя, потому что до этого кофе лучше не пить. Ну, вредненько. Воду я вот покупаю такую, детскую. Подражала, да. Но она не оставляет накипи на чайнике. Я с ветвячок раньше еще использовала воду. Но она что-то стала оставлять разводы. А вот это пока ничего. Нормальненько. Да, это я с одышкой. Вот я чуточку уже потренировалась. Так. Еще не отдышалась. Еще у нее минус. Вот это вот невозможно открыть по-человечески. Очень туго сделали. Так, друзья. Я теперь с кофем. Прям с кофем я люблю. Опа. Прям с кофем иду вот сюда. На эту гору. Вот так вот сюда ставлю кофеек себе. Буду пить. И лежать вот на этой штуке. Друзья мои, очень полезно. Очень полезная штуковина. Ей можно пользоваться и шею, и спину. И позвоночник. Ну, этот, поясницу. И попку. И, ну, все что угодно, короче. Кто-то и животом даже ложится. Крутейшая вещь вообще. Мне очень нравится. После нее спина вот чувствует себя прям легко и уютно. Да, еще скажу, что самое вот сложное, это лечь на нее вот первый раз. А как вот уже ляжете, то все. Кто-то привыкает кожа и нормальненько прям. Потом иголочки такие остаются. Но это ничего страшного. Все, такая закончилась моя процедурка. Вот на этом лежание. Сейчас засниму спину. Я подниму. Все видно? Моя штука, давайте. Вот мой помощник снял мне спину. Ты куда? Не убегай! А, она учится у нее тут вот занятия. Чудесно пишет почерк, да. Пришила мне помочь. Спасибо. Спасибо. Пока я лежала на этой штуке, решила сложить посуду. Да, вчера настолько было много, вся не влезла. Доброе утро. Чего? Доброе утро. Молодец. Моя голова. А тут у меня маленький пусечка мочек. Ой, рядом со мной я на шипак сидела, а он тут. Где тут тебя влог снимали? Влог, да. Чего? Вкусные пятки у тебя? Да. Ну что, лапусь? Чего? Здоровайся. Привет. Теперь я переворачиваю подушку, вот эту вот. Она специальная, с конусом. И вот таким образом ложусь для оттока крови вниз. То есть это очень полезно. Ну, стараюсь вообще делать это каждый день. И еще мажу вот этим. Вот этим мажу суставы, этим мажу вены. А это уже сверху всего. Буквально минут десять. Зато легкость, вены улучшаются, циркуляция крови. Ну, короче, это полезно, друзья. Чего тут десять минут сделали, зато легкая походка, легко ходить. Вот такие завтраки. Я люблю очень классное, вкусное, вкуснятина. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Наилучший завтрак, прям красота. И надо покупать их только в одном магазине, потому что там самые вкусные. Если интересно, пишите в комментах, в каком вкусно. Вау. Ням-ням-ням-ням. Ты убежал. Ну, боксибу. Откусил. Буду готовить куриный супчик и запекать рыбку. Рыба сама по себе жирная, поэтому я ее не смазываю маслом. Друзья мои, а так выглядит махровое полотенце вблизи. Рыбку я отправляю просто в таком виде в духовку запекаться до готовности. Водичку для супа я кипячу. У меня будет куриный суп. Треть курицы, то что была, я положила сюда, остальное поставила замораживать. Пусть варится бульон. И я буду готовить рис. Просто рисба с матерью. Я его люблю. Потому что он имеет низ и глигемический индекс. Не разваривается. В кашу прям такую. И его варить удобно. Промываю его водой. Хорошенько. Я ставлю после того, как промыла на плиту и заливаю водой горячей из чайника. Все варю до готовности. Как закипит, накрою крышкой. 10.30. Пришло время второго завтрака. Так, дети. Вот у меня малыш будет кусочки манго сушеного, пирожка чернослив и йогурт. Ну, ему на лайф. Дочь у меня ест творог с бананом. Вот, друзья, занимаюсь посудой. Да, вот вместе мы тут. И, короче, вот смотрите, как деформировалась ручка. Она и побелела. Посуда мойки. Ее, видимо, мыть-то и нельзя. И вот что за посуда, которая нельзя в посудомойке? Это же издевательство. Так, Диан, выкидывай эту какашку. И у меня вот ковшик тоже из этой же серии. Наверное, тоже пора с ним попрощаться. У меня вот останутся ковшечки вот такие. Ну да, вот здесь тоже, конечно, вот эти вот пимпочки могут деформироваться. Рондель. Но пока работает. А лучше всего брать вон, как на приварках, недорогая посуда, Катюша или что-то. Очень удобненько. И вот, кстати, вот эта вот кастрюля, вот эта фирма, тоже на приварочках. Она нормальна. Пока-пока. Вот отвалилась, отвалилась вот эта вот картина. Вот эти штучки, говорят, держат. Хорошо, прям круто. Сколько здесь было? Две с этой стороны. Одна с этой, правда. На трех, ну, не продержалась. Просто это не стекло, это пластиковое. Я не стала сильно, ну, сильно крепить. Вот это вообще на шести у меня. Вот три. И здесь три. Потому что она тяжелее. Но боюсь, боюсь, что и это отвалится. Как-то оно держится не очень. Не знаю. Здесь тоже на четырех штук, да, отвалится. Какой кошмар. Тут картина недавно отвалилась. Вот эти пимпочки, конечно, удобно, хорошо. Но не везде они держатся. Как-то проверять, что ли надо. Вот это, боюсь, отвалится. Боже мой. Еще телик разобьет. Поэтому аккуратнее будьте. Они прям не держат на сто процентов. У меня до этого здесь упали. Сейчас покажу. Вот эти штучки упали. Вот одна даже тут разбитая где-то. Ну, это очень интересные штуки такие. Я их хотела. Вот они светятся. Снежинка. Там еще хотела оставить их, чтобы висели. Ну, висят и висят. Еще мне не мешают. Вот колокольчик. Там еще есть. И вот одна разбилась. Где она? Вот выпала. Упала прям на пол. Поэтому эти не держат штуковины. Вот для крючков универсальные. Ну, это, наверное, они только проводки там подцепить и все. Здесь-то, если упадет, это ничего страшного, в принципе. Вот эти вот в коридоре пуфики. Ничего страшного. А там на кухне, конечно, это тоже кажется, что легкая. Вот тут рама такая тяжелая, деревянная. Вот у малыша рис с рыбой, бульон куриный. У дочки тоже суп, рис, рыбка. У меня тоже куриный бульон. И вот я доедаю рыбку. Чуть-чуть икры положилась, и остатки там с банки. Просто съела ее с грибродами. И вот это все. Ну и помидоры-окурцы сейчас проблю. Друзья мои, знаете, что происходит? Она ловит момент, чтобы везде было одинаково. Капец просто. Ловит момент, чтобы везде было одинаково. Ой, какой ужас. Это у нас постоянно происходит. Диана, а в чем дело? Есть время поиграть. Вау, вау. Обожаю эту игру. Вот эта игра, я понимаю, прям крутейшая, крутейшая. Все. Начинаю. Все, ребят, начинаю. Буду рубиться. Тут зомбики крутые такие. Ну, сядь, как удобно. Ну, делай, как удобно. Ну, дай, как удобно. Так удобно. Ужас какой-то. Ужас. Ужасно. Выпрями спину. О, учись так? Вижу. Ну, Диан, что за фигня? Привознились мы сегодня, да, друзья? На ужин я решила приготовить печенку по-быстрому, она готовится быстро. У меня вот из кролика, печень кролика, и буду я ее подавать с Ритиком. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Что тут? Доготовлю, подам ее с Рисом, это будет наш ужин. Добавлю овощей, там, может, фрукты, ягоды, кто захочет съесть. И, друзья мои, всем пока-пока. Отличного настроения, хорошего грядущего дня, так сказать. И, друзья мои, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Будет интересно, мои дорогие. Все, удачи вам и нам счастливо. Пока!